Трамп выступил впервые после покушения и представил кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов. Кто такой Джеймс Дэвид Вэнс, мы спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Здравствуйте, Сергей. Максим, добрый день, спасибо, что пригласили, рад быть у вас в гостях. Расскажите, пожалуйста, нам о кандидате в вице-президенте. Вице-президенте, кто это? Максим, мы как будем рисовать черно-белую картину или все-таки 50 оттенков серого? Давайте попробуем с оттенками. Давайте начнем с черно-белого. Черно-белого это публичный Джей Ди Бэнс, так его принято называть, сенатор от штата Огайо, новый молодой сенатор. Он первый раз избрался в 1922 году. Собственно говоря, до этого никакого опыта публичной политики или политики у него не было вообще. И занимает в риторике, в публичной риторике, его часто обвиняют, что он более святой, чем Папа Римский. То есть он занимает более мага Make America Great Again, сделать Америку снова великой, чем Дональд Трамп. Но это вот так, чтобы черно-белое. Но если мы переходим к 50 оттенкам серого, то Джей Ди Бэнс, он очень интересная фигура. И самое главное, что сегодня все готовы признать, что это интересная и яркая фигура. Начнем с того, что он вырос в том, что называется, глубинная Америка, штат Огайо, штат Кентаки. И знаком с жизнью избирателей, которые голосуют за Дональда Трампа, не по наслышке, а по своей собственной жизни. То есть он вырос вот в той среде, которая голосует за Дональда Трампа. После окончания школы на 4 года подписался в морскую пехоту. Но достаточно быстро стал, видимо, после базового курса, что называется, курса молодого бойца, его, видимо, каким-то образом выделили и отправили в школу военных журналистов. И он работал как военный корреспондент, включая командировки в Ираке. 4 года служил в армии. Закончил с отличием университета Огайо, политические науки и философия. После этого поступил в Ельский университет, в школу права. И был редактором студенческого журнала юридического. И получил степень доктора юриспруденции. После этого пошел работать в венчурный фонд, уехал в Калифорнию. И попал на работу к Питеру Тилю, в один из фондов, который он создал. Это, на мой взгляд, на сегодня один из наиболее интересных, не только с точки зрения венчурного капиталиста, но и идеологически. Очень интересный человек, неоднозначный, яркий. И дураков у него не бывает. У него очень компактная команда. Как правило, у него очень мало сотрудников работает во всех организациях. И дураков там нет. То есть, вот просто так, да, по улице, тем более парню из Огайо, без каких-либо рекомендаций попасть туда невозможно. Вот. В 2016 году написал автобиографическую книгу. И вот, собственно, о своей жизни. Эта книга стала бестселлером. Она через год стала бестселлером по рейтингу New York Times. Очень незначимая. Но самое главное, что она вышла в июне 2016 года. А через пять месяцев Дональд Трамп неожиданно для многих стал президентом США. Его избрали президентом США. А, собственно говоря, рассказ Вэнса, это о жизни вот тех людей, кто голосовал за Америку. Такой социолого-психологический анализ. И, собственно говоря, эта книга вызвала огромный интерес. По ее мотивам снят фильм. Он есть на Нетфликсе, можно посмотреть для желающих. Вот. И в 2016 году Вэнс очень критически отзывался о кандидате в президенте Дональде Трампе. Называл его культурным героином. Называл его идиотом. Называл его американским Гитлером. В общем, как только ему не поносил. Любыми, вот всякими грязными словами. Вот. Но жизнь меняется. Взгляды человека тоже меняются. По работе в Калифорнии Вэнс переехал в Вашингтон. Потому что его жена получила назначение в офис Верховного Суда. Он попытался... Сначала работал в непрофильной, как неприбыльной организации. В некоммерческой организации. Потом попытался создать... Создал даже свой маленький инвестиционный фонд, куда привлек деньги знаковых инвесторов. В том числе того же Питера Тильна, Марка Андресина, Эрика Шмидта. И вот этого кандидата... Я все время забываю, который был в Дима Сраме. Который был кандидатом на республиканских праймерис. Но в 2019 году решил, что ему можно уже двигаться в политику. По его собственным словам, это случилось, когда он приехал на... Его пригласили как автора книги на встречу таких консервативных республиканцев, у которых есть близких по идеологии к Трампу. И в тот момент он сказал, что у меня в голове что-то перевернулось. И я готов подумать о том, чтобы идти в политику. Это та книга, где он написал свое тяжелое детство? Да, да, да. У него единственная книга. Не столько о нем, Максим, не столько о нем книга, сколько о той атмосфере, где он жил. О тех людях, которые были вокруг него. И в тот момент он сказал, что я так не люблю Трампа, но я очень хорошо понимаю людей, которые за него голосуют. Но и, собственно говоря, поэтому это означает, что я вырвался из того мира. Это такой self-made man, по большому счету, человек, который называется из самых низов такого американского рабочего класса. Бедная семья, разводы сплошные, жил у бабушки. Ну, чего только не было у человека в жизни. Он пробился на должность сенатора с первого захода, избрался в сенат американский. И, собственно говоря, на последней итерации, когда уже Дональд Трамп всерьез начал думать, с кем ему идти в вице-президенты, его фамилия возникала как вот одна из наиболее вероятных. С чем это связано, к чему Трамп на нем решил остановиться, хорошо понятно. Молодой, энергичный. И, соответственно, контраст и с самим Трампом, и контраст тем более с Джо Байденом. Он очень хорошо говорит, очень красивый, очень, ну, при желании, да, вот можно нарезать, что называются, такие тиктоковские фразы, а можно послушать его речи. Очень красивая, очень правильная, очень понятная, внятная, аргументированная речь. Ну, собственно говоря, два высших образования, включая Ель, они дают, в общем, просто так не проходят, что называется. У него нет окончательно своей позиции. Он понимает, что для того, чтобы попасть в обойму Трампа, нужно быть святее Папа Римского, как я уже говорил. В ходе этой избирательной кампании он стал одним из крупнейших фандрайзеров для Дональда Трампа. То есть он собрал для него больше всего денег. У него очень хорошее отношение с бизнесменами из Силиконовой долины, с венчурными капиталистами. И, собственно говоря, Трамп... И у человека нет никаких своих политических амбиций. Ну, то есть когда ты в Сенате просидел всего два года, ну, там, на самом деле, с января 23-го года, мы понимаем, да, там, полтора года, у тебя еще опыта, тебя всерьез никто не воспринимает. Ну, и, в общем, такой вот, что называется... Трамп о нем даже как-то сказал, что Вэнс настолько хочет быть рядом со мной, что готов лизать мне задницу. Тоже, в общем, человек за словами, что называется, не лезет. Ну, да, вот, понимаете, вот такая вот американская политика, Максим. Так они друг друга сильно любят. Но, собственно, когда Вэнс избирался в Сенат, он уже шел под лозунгами Трампа. Трамп ему, оказывается, сказал, что я тебя поддерживаю. И мы можем говорить о том, что для Трампа это человек, который привлекает ему, может помочь ему в голосах молодых, в голосах образованных, но с другой стороны, это голоса вот того самого американского, американских синих воротничков рабочего класса в колеблющих сестатах. Да, ведь это, собственно говоря, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания. Вот, собственно говоря, это то, где избиратели Трампа могут прийти чуть в большем количестве на избирательные участки, да, и решить исход выборов в ноябре этого года. Вот, ну, собственно говоря, теперь уже все всерьез начали говорить о том, что у Вэнса в случае победы Трампа становятся очень хорошие шансы на то, чтобы смотреть на 28-й год, как на возможность избрания президента. И я хочу сказать последнее, наверное, что в таком затянувшемся рассказе, это самый молодой кандидат в вице-президента США за всю историю. 39 лет ему, там, называется еще вперед-вперед-вперед. Сергей Владимирович, хочу вас спросить про атмосферу не только, может быть, даже не столько в вашингтонских элитах, скажем так, сколько вообще на улицах Соединенных Штатов после покушения. Как Америка переживает этот момент? Ну, это шок. Ну, опять, не могу сказать, что вся Америка рвет на себе волосы и, что называется, столько и обсуждают. Но, безусловно, это и для средств массовой информации, и для политического истеблишмента, и вообще для общества. Это такое шоковое событие. Понятно, что рядовому американскому избирателю трудно дать оценку однозначную, тем более, что треть американцев жестко поддерживают Трампа, треть американцев вот четко не принимают, а треть не определившиеся. Поэтому, если вы поддерживаете Трампа, то для вас это все придумал Черчилль в 2018 году. Если вы не поддерживаете Трампа, то это как бы инсценировка, и ничего серьезного не было, сам придумал. Но, понятно, что это свидетельство того, что раскол в американском обществе, он слишком велик. То есть, кажется, что общество накалилось, противостояние в обществе накалилось настолько сильно, что готовы взять оружие. Готовы взять оружие и попытаться решить силой, что называется, те проблемы, которые есть в обществе. В общем, ничего хорошего в этом нет. Да, все понимают, что это событие. Ну, последний раз покушение было на Рональда Рейгана, это в 1981 год, если я не ошибаюсь, и два покушения было в 1975 году на Джеральда Форта. Вот, собственно говоря, с тех пор, уже сколько, больше 40 лет, когда Америка жила спокойно, и считалось, что политики, никто не будет решать силой оружия этот вопрос. Хочу вас спросить про Байдена. В общем, можно ли сказать, что он кандидат уже точно или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Хотя Джо Байден является победителем праймерис, и если он сам не решит отказаться от того, чтобы идти на выборы, то нет никаких механизмов для того, чтобы его на съезде демократической партии не провозгласить кандидатом. Ну, то есть, есть, скажем так, бюрократическая процедура, связанная с изстранением президента от должности, это 25-я поправка Конституции, когда весь кабинет, то, что называется, секретарь, кабинет министра, да, по-русски, должен проголосовать за отстранение президента, но при этом нужно получить отобрение Сената и Палаты представителей. Такая процедура прописанная, но непонятно. Там понятно, что и среди министров Байдена есть люди, которые жестко стоят против того, чтобы отправлять его в отставку. Но давление на Байдена растет со всех сторон, потому что он после, ну, как сказать, после провала на дебатах с Дональдом Трампом в конце июня не смог... Ну, то есть, вся страна увидела, что человек физически, физически уже вряд ли способен исполнять функции президента и уж точно совершенно не способен работать целый день. И никаких аргументов в свою пользу Джо Байден пока не предъявил. Вот, но давление идет. Байден говорит, что по-прежнему я буду идти, но вот когда разговариваешь с экспертами по избирательным кампаниям, по избирательным системам, все говорят, что сейчас не время Байдену объявлять о том, что он не идет на выборы, потому что сейчас идет съезд республиканцев, и это объявление, безусловно, будет использовано республиканцами на съезде, что вот там все, развал полный. И все считают, что после того, как закончится республиканский съезд, там пройдет неделя, и будет там 2-3 недели у Джо Байдена для того, чтобы объявить. Тоже нельзя затягивать с этим решением, потому что любому на выборы его потенциального заместителя, или преемника на посту кандидата от демократической партии, тоже нужно время, и, в общем, нужна подготовка. Поэтому пока все остается без изменений. Джо Байден является не то, что фаворитом, но, в общем, единственным претендентом на пост кандидата в президент от демократической партии, но все может измениться в ближайшие недели. Сергей Владимирович, а разве после покушения Трамп уже не победитель? Ну, Максим, победитель будет известен 5 ноября, да, и американские выборы, они непредсказуемы, и тем более, ну, до выборов еще много времени, и вот, понимаете, как американская политическая избирательная система, политическая арифметика, она же, ну, с одной стороны очень сложная, а с другой стороны простая. По большому счету все будет решаться вот в этих самых шести колеблющихся штатах, и если Джо Байден не идет на выборы, и если демократическая партия находит кандидата, у которого очень сильные позиции, вот как раз в Мичиган, Висконси, Пенсильвания, то достаточно выиграть эти штаты, да, то есть, ну, как бы, большинство штатов, но из 50 штатов, соответственно, получается там 43-44, они достаточно четко делятся на синие и красные, на демократов и республиканцев. Там, ну, изменений практически невозможны. Соответственно, если находится кандидат, у которого есть сильные позиции, кто может обыграть Дональда Трампа в этих колеблющихся, в трех-четырех колеблющихся штатах, но обязательно там ходит Пенсильвания, да, вот, то у демократов появляются шансы. У демократов появляются хорошие шансы, и это не надо сбрасывать со счетов. Тем более, что мы же хорошо видели итог дебатов в июне, да, что Байден не только показал то, что он не до работоспособен, но он, в общем, не смог противопоставить себя на дебатах Трампу. А если появляется человек, который будет на дебатах с Трампом спорить, возражать, показывать, где он врет, ну, или как-то аргументированно защищать свою позицию, то результаты дебатов в сентябре может быть совсем другим. Поэтому я бы не стал говорить, что Трамп уже, что называется, может получать лавровый венок победителя. Американская политика такая, что, опять, я, по-моему, уже приводил несколько раз этот пример. В конце июня 1992 года Билл Клинтон, которого в ноябре изберут президентом, занимал третье место в рейтингах после Джорджа Буша и Роса Перро. И отрыв был достаточно значительным, там, процентов 12-15. Ну, прошло 5 месяцев, 4 месяца, и Клинтон с так огромным отрывом выиграл президентские выборы. Поэтому не надо делать выводы заранее. Хочу вас спросить, про то, возникли ли у вас какие-то флешбеки с тем, что было 40 лет назад перед глазами, когда вы увидели новость о том, что американские ракеты будут размещены в Германии впервые за последние десятилетия. Нет, Максим, я как-то не стал связывать это дело с тем, что тематика возобновляется. На мой взгляд, это был достаточно логичный процесс, вот такой двухсторонней эскалации, причем до, я бы сказал так, что в ответ на... меня скорее удивило то, что американцы так долго тянули с этим ответом. Ведь на самом деле, я даже сейчас точно не помню, когда появились эти эскандеры в Калининградской области. Ведь вот там риторика, там гибридная война на словах, риторика Путина, риторика его министров, послов и так далее, о том, что ядерный зонтик, ядерный пепел и так далее. Они звучали достаточно давно, но таким знаковым движением с точки зрения реального военного противостояния было размещение эскандеров в Калининграде. Прошло несколько лет, прежде чем американцы приняли ответ, сделали ответный шаг. Но это теория военно-политической эскалации, потому что реагировать, скажем так, не реагировать на действия Путина, которые угрожают союзникам Европы, которые потребуют от Соединенных Штатов, могут потребовать гораздо больших усилий, вообще нельзя. То есть нельзя совсем давать свободу рук Путину. То, что тематика напоминает там, не знаю, середину, конец 70-х, начало 80-х годов, ну да, история в какой-то мере цикличная. Ну, обидно, наверное, только то, что полупрошло там 45 лет, да, и мы вернулись в ту точку, с которой начинали. С точки зрения человеческой жизни, да, с точки зрения развития цивилизации, там, гуманизации общества, развития России, как в сторону демократии. Понятно, что ничего хорошего в этом нет, но я бы не стал циклиться на том, что мы вернулись в ту же самую тему, потому что как-то мы вернулись в другой страны. если начало 80-х годов и договор о ракетах средней дальности это как бы было движение в сторону разрядки, то сейчас как раз движение в сторону напряженности. Получается, что Россия пробежалась в одну сторону, а теперь движется в другую сторону. Вот это, наверное, обидно. Хочу вас спросить о спорах вокруг бывшего банкира, а ныне одного из руководителей Фонда борьбы с коррупцией, господина Железняка. Очень запутанная история. Мне, например, как человеку без профильного образования тяжело понять, а вы как раз все-таки к банкам имеете некоторое отношение. Вы понимаете, вокруг чего спор? Вы понимаете, кто кого в чем обвиняет? Ну, насколько я понимаю, вообще говоря, основной спор идет между командой ФБК и, с одной стороны, и Алексеем Венедиктовым, и Максимом Кацим с другой стороны. А Железняк, ну, это фигура, что называется, которая используется как повод для того, чтобы представители российской оппозиции сражались между собой. То есть у них нет, видимо, никаких других более интересных, важных, значимых дел, кроме как вот сражаться на такой поляне. Но если говорить о самой теме, о самом проблеме, что Железняк, в общем, фигура неоднозначная, он был руководителем председателя направления Про-бизнес-банка, который в 2015 году обанкротился, и по оценке агентства по страхованию вкладов дефицит средств на балансе банка превышал 80 миллиардов рублей. Вот, ну, по тому курсу, да, это было там 2,5 миллиарда долларов, то это означало, что банк потерял не только свой капитал, да, он еще и потерял средства вкладчиков на вот такую огромную сумму. И в российских арбитражных судах есть, и в российских уголовных судах общей юрисдикции есть большое количество дел, которые говорят о том, что эти деньги из банка были, мягко говоря, украдены, выведены в пользу акционеров банка и менеджеров банка. Вот, но главный акционер банка Сергей Леонтьев получил защиту в Люксембурге, где Люксембургский суд, где есть активы Леонтьева, приняло решение, что Леонтьева преследуют по политическим мотивам, вот, и, собственно говоря, вот, пока его оставили в покое. Но, я так понимаю, что образовалась группа вкладчиков, которые, про бизнес-банка, которые, клиентов про бизнес-банка, которые потеряли свои деньги, и они намерены вести борьбу, вот, что называется, не от имени государства, а от имени своего личного. собственно, такая, ну, дальше можно говорить вот о той истории, которая рассказывает Алексей Венедиктов, да, что уже Железняк был, как бы, ответственным за связи с российскими спецслужбами в Ассоциации российских банков, ну, и, собственно, по их собственному признанию, по его собственному признанию, они будут, работая в про-бизнес-банке, они взяли к себе на работу человека из ФСБ, да, который обеспечивал им такие рабочие, ежедневные контакты. Вот, ну, понятно, что фигура, вот, и одновременно, да, нужно сказать, что Железняк выступает не только спонсором, ну, или там, Железняк и его партнеры выступают не только спонсором ФБК, но и он является руководителем американской организации ФБК, вот, и, соответственно, дальше вы можете обвинять кого угодно с любой стороны, да, ну, вот так вот, в сухом остатке история выглядит примерно так, да, фигура более чем неоднозначная, темных пятен, ну, вот, или светлых пятен, которые, я не видел ни одного серьезного контраргумента со стороны Леонтьева или Железняка, которые бы защищали их позицию с точки зрения, что мы эти деньги не украли, да, вот, некрасивая история, и этот вопрос возникает о том, ну, можно ли брать ворованное для поддержки своей политической деятельности, как это делает ФБК. Роман Баданин, руководитель издания Проект, правда, насколько я понимаю, не в своем проекте, а от себя лично, написал еще о таком конфликте между Железняком и Гусинским еще, да, что якобы Гусинский занимал деньги у Железняка, и там идут суды, насколько это здесь тоже имеет какую-то подоплеку в этом споре публичном? Максим, я, честно говоря, как-то пропустил эту новость, не отследил ее, но, насколько я понимаю, Владимир Гусинский достаточно давно уехал из России, и у него реальных бизнес- или медиа-интересов в России на сегодня или в российской информационной среде не существует. Каким образом он может быть заинтересованным лицом, я плохо понимаю, то есть то, что Гусинский наблюдает за российской ситуацией, то, что ему интересно, что происходит в России, это так, но его жизнь последние, сколько уже там, 20 лет, связана с Израилем, и, ну, не знаю, не хочу влезать, да, это не та история, про которую я что-то слышал, но я хорошо понимаю, да, что Гусинский не является спонсором российской оппозиции, ну, что называется, это слово совсем. Еще одна тема, которая связана с российскими компаниями, это Яндекс, который, по крайней мере, официально завершил такой, в общем, развод внутри компании на зарубежную часть и российскую часть. Насколько это действительно возможно разделить эти две части? Что такое Яндекс сегодня? Максим, если акционеры и менеджмент компании договорились о разделе, ну, значит, это возможно, и они осуществили его. И Яндекс, это была ведущая российская IT-компания, нельзя сказать, что она конкурировала с Гуглом на глобальной арене, но в России она точно достаточно активно и успешно конкурировала и с Гуглом, и с другими глобальными компаниями, занимаясь поиском решений в тех же секторах, да, что и американские компании. В какой-то момент, в какой-то момент стало понятно в истории Яндекса, да, что технологии, там, рыночная сила, они не могут быть ограничены национальными границами, да, и, собственно говоря, Яндекс начал свою международную экспансию, ну, сначала как предоставляя свои услуги, а затем создавая различные бизнесы, которые могли бы конкурировать уже на глобальной экономике. И там изначально работали, конечно, российские специалисты, какие-то идеи рождались в России, но их реализация была вынесена уже за пределы России. И после начала войны, собственно говоря, Яндекс столкнулся с тем, что компания реально попала под угрозу введения санкций, и ее существование стало под угрозу, и было принято такое решение, что разделить на две компании, вывести иностранные активы в одну юридицию, у них, да, компания, Яндекс, напомню, что компания стала публичной, и ее акции торговались на Нью-Йоркской бирже, или торгуются, и, собственно говоря, там большое количество акционеров являются иностранными инвесторами, и которые могли потерять все, но и в этом отношении, что называется, были интересанты с российской стороны, да, в первую очередь это Кремль, да, для которого Яндекс это платформа, ведущая IT-платформа в России, и заодно такой мягкий цензор информационного пространства, с другой стороны были иностранные акционеры Яндекса, и менеджмент Яндекса, там, идеологи, технологические идеологи Яндекс, которые хотели продолжать свое дело, и которые не хотели терять все, что они вложили, ну, как такой вот развод по принуждению, с одной стороны, но с другой стороны, у каждого были мотивы, почему этот развод нужно завершить соглашением, вот, поэтому, да, возникает теперь два Яндекса, российский и международный, и у каждого своя дорога, сказать, я думаю, что развод окончательный, и просто за ним наблюдало столько заинтересованных глаз со всех сторон, что поверить в то, что между компаниями остались какие-то связи, ну, кроме личных человеческих отношений между людьми, которые работают там или там, невозможно, поэтому, да, вот есть две такие компании, и каждый из них будет идти по своей пути, по своей дороге. КОНЕЦ